Один из залов 8-й Ульяновской библиотеки стал литературным антикафе. Здесь играют в развивающие игры, читают свои или библиотечные книги и журналы, сидят с друзьями в спокойной обстановке под легкую музыку. Приятный бонус для гостей – чай, кофе и угощение. Все это бесплатно. Мы просто очень любим играть и хотим, чтобы другие люди тоже радовались и веселились. И такая вот интересная идея нескучных выходных, игровых, веселых, где люди могут прийти в библиотеку, не только почитать книги, но поиграть, познакомиться, выпить чаю с разными вкусняшками. Антикафе принимает гостей каждую субботу с 3 до 8 вечера. Посетители оплатят только вход – 30 рублей. Через такую развлекательную атмосферу организаторы решили популяризировать чтение среди жителей города, а на литературных беседах знакомить с книжными новинками российскими и зарубежными. Здесь не просто игры. Так как это библиотека, мы готовим для них какие-то книжные обзоры, обзоры новинок. Возможно, мы впоследствии будем приглашать каких-то авторов, которые будут презентовать свои книги здесь. Ну, например, да, возможно, будет здесь живая музыка. То есть это тоже возможно. И мы хотим все-таки, чтобы люди, которые приходят сюда поиграть, они ушли обязательно с книгой. Такой подход привлекает многих. Он недорогой, здесь не место алкоголю и сигаретам. Обстановка расслабляющая. Каждый находит занятие себе по душе. Субботним днем я не знала, чем заняться. Перед встречей с подругой решила заехать. Никто мне не составил компанию из моих друзей. Но, тем не менее, я здесь. Мне интересно было посмотреть. Мне очень интересна, в принципе, идея антикафе, когда ты платишь деньги не за конкретные блюда, вкусняшки, печенюшки, а за время нахождения здесь, где можно поиграть в игры. Но главная идея состоит для меня в том, чтобы расширить свой круг общения. Количество заведений подобного формата и в Ульяновске, и в России с каждым годом увеличивается. Кроме литературных бесед, игр и книг, антикафе проводит и обучающие мастер-классы, небольшие концерты и спектакли, уроки по изучению языков и многое другое. Центральная идея подобных мест – это совмещение приятного с полезным. Антикафе по всей России выполняет прежде всего свою основную функцию – образование через отдых. Анжела Забашта, Александр Кудряшов, репортер 73.